МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все профессии хороши, но рабочие специальности востребования. В Талдыкургане прошла ярмарка вакансий под эгидой областного молодежного ресурсного центра и Центра обслуживания молодежи. На ковер в Талдыкургане прошел открытый чемпионат города по Казах-Кулесу. Более ста спортсменов вступили в схватку за звание сильнейшего. Выборы депутатов Маслехата вместо выбывших прошли в Алматинской области. Вместе с наблюдателями ход выборов отслеживала и наша съемочная группа. Избирательный процесс проходил на 18 участках в городе Капшагае и Лисском районе. В нем приняло участие около 25 тысяч человек. Кандидатов было трое. Один из них выдвинут от партии Нур-Утан, остальные двое – самовыдвиженцы. Отдать свои голоса за кандидатов пришли избиратели самых разных возрастов. Среди них и житель села Караой и Лисского района Павел Божгин. Я прихожу голосовать за нашего депутата, который защитник нашего народа, особенно нашего Караойского и Лисского совета. И также за всех наших людей, которые любят, уважают. И он стремится к этому, чтобы жили мы хорошо, прекрасно. Выборы депутатов Маслехатов проходили с 7 утра до 20 часов вечера. Явка избирателей, как и ожидалось, хорошая. Сельчане очень активны, говорит председатель комиссии избирательного участка 341. На нашем участке 1679 голосующих. Голосующие с 7 утра активно проводятся голосования. Также с большой ответственностью к выборам отнеслись избиратели 342-го участка. По предварительным прогнозам председателя комиссии Ирназара Жалимбекова, до 8 часов вечера минимум 75% избирателей выполнят свой гражданский долг. По списку закреплено 2092 избирателей. Из них в данное время, время сейчас около 10. Сейчас 300 с чем-то избирателей уже проголосовали. Выборы депутатов Маслехата вместо выбывших прошли в соответствии с законодательством, отметили в Центральной избирательной комиссии. По итогам выборов заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Нур-Отан Хали Аскар Сарабаев также избран депутатом областного Маслехата. И сегодня же областная избирательная комиссия подвела окончательные итоги прошедших выборов депутатов Маслехатов. Их результаты озвучили представителям СМИ на специальном брифинге в региональной службе центральных коммуникаций. Избирательная кампания прошла в четком соответствии с законом, доложили ответственные лица. Нарушение не зафиксировано, не поступало и жалоб от избирателей. Голосование проходило на 29 избирательных участках Ильисского, Коксуского, Инбикши, Казахского районов и города Капшагай. Именно от этих регионов были выдвинуты депутаты в районные и областные Маслехаты. Электораты Ильисского района и города Капшагай голосовали за депутата вместо выбывшего в областной Маслехат. Остальные регионы голосовали за депутата районного Маслехата. И, как отметили специалисты, все регионы показали высокую электоральную активность. В территориальной избирательной комиссии жалоб и заявлений не поступало, выборы состоялись. Жители области традиционно показали большую электоральную активность. Явка избирателя составила 27 тысяч. 812 человек или 88,1%. Согласно протоколу Житегенской окружной избирательной комиссии номер 41 депутатом областного Маслехата избран Сарыбаев Галиаскар Толендинович. Согласно протоколу Измайловской окружной избирательной комиссии номер 2 депутатом Коксуского района Маслехата избран Каблисанов Маман Каманович. Согласно протоколу Карашенгельской окружной избирательной комиссии номер 10 депутатом имбеж Казахского района Маслехата избрали Жумагажа Кайнара Жумагажа Улы. Все три депутата являются членами партии Нур-Отан. Двустороннее соглашение. Делегация от Управления по делам религии Алматинской области побывала в казну имени Аль-Фараби на факультете филологии и политологии, который ведет подготовку специалистов по религии. Цель визита – обмен опытом. В программе различные семинары и тренинги с участием специалистов Алматинской области, признанные сохранить религиозную стабильность в регионе и укрепить межконфессиональные отношения в обществе. Уже на следующей неделе стороны подпишут меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Отметим, в настоящее время в области функционируют 578 традиционных и нетрадиционных религиозных объединений, а также их филиалы. По предложению Управления по делам религии проводим семинары, тренинги, лекции среди учащихся. Тема, которую мы затронули на этих занятиях, актуальна как никогда. Да, отныне такая работа станет систематической, то есть будет проводиться на постоянной основе. Мы уже задумались о подписании договора. На целую неделю запоздали с уборкой крестьяне региона из-за обильных дождей и снегопада. И только сегодня техника смогла выйти на поля. Убирают в эти дни урожай сахарной свеклы и аграрии с Арканского района. Порядка 60% посевов сладкого клубня собрано. Когда завершится уборка и что мешает аграриям завершить ее в срок в материале нашего корреспондента. Более 120 крестьянских хозяйств Арканского района в этом году засеяли 1250 гектаров сахарной свеклы. Это в два раза больше, чем в минувшем году. В разы выше и урожайность по 400 центнеров с гектара. Вот только закончить сбор урожая своевременно в этом году, увы, не позволяет погода, сетуют крестьяне. В этом году сахарную свеклу я посеял впервые. Урожай очень хороший. Государство поддержало субсидиями. Затрудняемся с уборкой. К тому же техники недостаточно. Очередь на комбайны. Вот сегодня очередь дошла и до нас. А так культура это рентабельное. На следующий год думаю увеличить посевы. Чтобы техники было достаточно в Арканском районе, необходимо открыть как минимум еще три сервисно-заготовительных центра. В Карабугетском, Сарканском и Амангельдинском сельских округах. Делится своим мнением аграрии. К тому же, чтобы не возить собранное далеко, нужен и пункт приема свеклы. Расходы на транспортировку государство субсидирует. Это, конечно, хорошо. Но до Коксуского сахзавода 250 километров как минимум. И это не совсем удобно. Пожелание крестьян для руководства района, это чтобы в селе Койлок открыли свеклопункт. Это намного облегчило бы и их труд. Доставкой свеклы на сахзавод в районе занято почти полсутни камазов. Днем и ночью они наперебой вывозят урожай. На переработку сдано уже 20 тысяч тонн сладких клубней. Еще 5 тысяч на полях дожидаются погрузки. Тем временем с полей пока собрано лишь 60% сахарной свеклы. В этом году с 1250 гектаров рассчитываем получить урожайность по 350 сантиметров и сдать завод 43 750 тонн. Сразу после уборки крестьяне начнут поднимать зяпи, готовить почву на следующую посевную кампанию. В 2017 году в Сарканском районе планируют посеять уже 1550 гектаров. Если же в районе откроют еще три СЗЦ, тогда аграрии могут замахнуться на большее и увеличить посевы на 2500 гектаров. Лаура Баевачанова, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Ильинский район – лидер по производству промышленной продукции. На его территории построено и действуют десятки крупных производств. С деятельностью некоторых из них познакомились представители средств массовой информации в ходе пресс-тура, инициированного региональной службой коммуникации Алматинской области. Более подробно в материале нашего корреспондента. Аким района Хайргель-де-Медеов подробно рассказал о состоянии местной экономики и в ходе реализации программы «План нации. 100 конкретных шагов». По его словам, амбициозная программа выполнена почти наполовину. В этом году запущено 15 новых промышленных объектов, создано около 500 новых рабочих мест. Не отстают и местные аграрии. К примеру, в рамках реализации плана нации запущены заводы по переработке мяса и молочных продуктов. Получено 65 тонн мяса крупного рогатого скота и птицы, 45 тонн молока. В агросфере мы преуспеваем в производстве мяса и молока. В ближайших планах построить завод по переработке мяса баранины. Я думаю, реализация этого проекта позволит нам достичь еще больших успехов. В планах у местного руководства открыть еще несколько предприятий. Самый крупный проект – это завод по производству горюче-смазочных материалов. О будущем предприятии журналистам поведал Аким района. По его словам, местная продукция будет экспортироваться в страны Центральной Азии, в том числе Монголию, Афганистан и Китай. В ближайшем десятилетии завод войдет в пятерку крупнейших компаний в мире. Мы определили данное место с точки зрения развития масляного бизнеса именно в секторе Центральной Азии, Западной Китай и Монголия, для того, чтобы продвигать продукцию смазочных материалов именно на этом рынке. Поэтому и было определено данное место географически. Открытый в рамках реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития завод «Алюминиум-Офф» в Казахстан производит более 1500 разновидностей алюминиевых профилей, выпуская тысячи тонн готовой продукции в год. В настоящее время его продукция направляется во все регионы Казахстана. Также планируется экспорт в Европу и в Россию. Обеспечены работой около 150 человек. В этом заводе я работаю в цехе «Анот». Здесь проводим электрохимическую обработку и обмотку. Таким образом мы увеличиваем гарантию электропрофилей. Я считаю, что эта работа сложная. Нас все устраивает. Одна из крупных компаний по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения «Дольче» в ближайшее время планирует обеспечить Казахстан своей продукцией и увеличить объем экспорта. В районе Остро стоит вопрос трехсменного обучения, говорит Кадргельда Медеев. На сегодняшний день идет строительство девяти школ. Семь из них строится по программе «Нур-Нужо». В планах возведения еще трех новых школ. В рамках программы «Нур-Нужо» по Ильскому району начата ликвидация трехсменностей. В 2015 году реализуются две школы. В этом году были сданы две школы. Средняя школа на 600 мест в селе Жапек и в селе Бурндай. Успешно в районе сейчас реализуется программа развития регионов. Проект позволил решить проблему жилищного строительства. К примеру, в поселке Утигин-Батыр недавно на Василье отметили 50 молодых семей. Совсем скоро долгожданное жилье получат еще около 200 человек. Сейчас в регионе разрабатывается сметная документация двух 50-квартирных многоэтажек, еще 60-квартирного кредитного дома. В рамках этой же программы позитивные перемены ожидаются и в других населенных пунктах. Местные власти планируют капитально отремонтировать улицы поселка Житый Ген, решить проблему с питьевой водой в поселке Косузем и провести освещение в нескольких населенных пунктах. Гульшат Кутыбекова, Айнур Ракишева, Степан Мережко, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области вновь стартовал сезон ярмара к вакансии. Первую встречу с толдукурганскими соискателями сегодня провел областной молодежный ресурсный центр совместно с Центром обслуживания молодежи. Собеседование устроили на одном из самых оживленных мест областного центра на Арбате. Всего было представлено более 400 вакансий. В списке свободных мест в основном рабочие специальности. Это сварщики, электрики, повара. В ходе ярмарки желающие также могли получить информацию о государственной поддержке, оказываемой в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020». По данным толдукурганского центра занятости, в этом году молодежной практикой в рамках госпрограммы было охвачено порядка 250 человек. Более 400 вакантных мест по области существует. Это, я думаю, уникальная возможность для молодежи в области, чтобы трудоустроиться, потому что главная проблема у нас по области – это трудоустройство, работа. Многие молодые люди не могут трудоустроиться, когда нет работы. Для этого мы специально сегодня на Арбате устраиваем ярмарку вакансий, чтобы молодежь не искала, куда надо идти. И мы сами приехали и сами сегодня организовываем данное мероприятие. Думаю, это очень полезно и будем периодически организовывать ярмарку вакансий. В Кратальском районе малый и средний бизнес осваивает новые ниши. Этому свидетельствуют ежегодные открытия объектов торговли и общественного питания. За 25 лет независимости в регионе показатель развития малого и среднего бизнеса вырос в 5 раз. Дебютировала в сфере предпринимательства и жительница города Уштоби Агирим Абдулина. Открыла торговый магазин Уштоби. На торжественное мероприятие собралось много людей. Здесь горожане могут приобрести как продукты питания, так и хозяйственные товары по весьма низким ценам. Исполнить и давнюю мечту бизнесвумен помогли государство и фонд Домо. На реализацию проекта было выделено 5 миллионов тенге и создано 4 рабочих места. До конца года, по словам местных властей, в районе планируется открытие еще двух соцобъектов. Ежегодно наши предприниматели участвуют в государственных программах, таких как Дорожная карта бизнеса 2020, также в региональной программе, которую выделяет областной акиматой фонд Домо по 7%. В этом году выделили 3 миллиарда тенге. И в данной программе у нас приняли 3 предпринимателя. Они свыше 60 миллионов тенге получили. Также при реализации Дорожной карты бизнеса 2020 у нас реализуется 21 проект свыше на 600 миллионов тенге. Сохранить и приумножить. Сегодня во всем мире празднуют День сбережения. Эта дата была выбрана 92 года назад на Первом международном конгрессе сберегательных банков. Праздник призван привлечь внимание людей к важности хранения своих накоплений в банках. Не остаются в стороне от Всемирного праздника и казахстанские финансовые институты. Жилстрой Сбербанк Казахстана второй год подряд в этот день объявляет специальную праздничную акцию для своих клиентов. Каждый, кто открывает счет в это время, получает памятный подарок и возможность стать обладателем ценного приза. Стоит отметить, что на сегодня в Алматинском областном филиале Жилстрой Сбербанка уже порядка 29 тысяч вкладчиков. Но до конца года, по прогнозам банка, их число увеличится до 35 тысяч. В первую очередь за счет тех, кто стоит в очереди на получение жилья. В рамках изменений, вносимых сейчас в программу Норлежо, которая будет переименована в программу Норлежер, практически все очередники МИО должны являться вкладчиками Жилстрой Сбербанка. Ценные призы будут разыграны для тех, кто откроет именно в данный период, то есть с 31 числа по 5 ноября. На первое место будет у нас стиральная автомашина, во второе место у нас будет планшетник, на третье место у нас будет, получается, электронная книга. Выпуск продолжит события в мире. Порядка 25 тысяч человек эвакуированы после землетрясения в Италии, ставшим сильнейшим за последние 35 лет. Магнитуда нового подземного удара составила 6,5 баллов, сообщает Евроньюз. Жертв, к счастью, удалось избежать, благодаря тому, что после подземных толчков 26 октября население уже было частично эвакуировано и предупреждено о возможности новых. Разрушения после землетрясения зафиксированы в 100 городах Центральной Италии. Некоторые населенные пункты полностью лежат в руинах. В Багдаде в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает 24КЗ. Еще свыше 60 получили ранения. По меньшей мере три взрыва прогремели на городских рынках. Еще одна бомба была заложена в микроавтобусе. Ответственность за атаки пока никто на себя не взял. Напомним, в середине этого месяца в иракской столице боевики Тегил организовали серию терактов. Их жертвами стали более 50 человек. Спускаемый аппарат Союза МС-01 накануне успешно приземлился в Казахстане. Экипаж в составе трех человек. Россиянина Анатолия Иванишина, американки Кэтлин Рубенс и японца Такуя Аниси пробыли на Международной космической станции 115 дней, передает Евроньюз. В этот раз экипаж установил стыковочный узел для космических такси, частных кораблей, которые разрабатывают Боинг и Спейсикс. Сам корабль, вернувшийся из космоса, новая модификация Союза. МС означает «модернизированные системы». Изменениям подверглись практически все узлы корабля. Предположительно, это последний вариант космического ветерана. Ему на смену должна прийти разрабатываемая сейчас Федерация. Обзор подготовлен Диной Буранбаевой по материалам интернет-ресурсов. К событиям в республике. Производство компота по старинным рецептам поставили на поток в Акмолинской области. Мастерица из Актау обучает скраббукингу детей с ограниченными возможностями. Об этом не только в подборке новостей республики. Меньше чем за год несколько тысяч банок домашнего компота сварили повара небольшого цеха в поселке Шантобе. Продукцию по достоинству оценили не только жители Кукшетау, но и столицы. Секрет успеха прост. Только натуральные фрукты и забытый бабушкин рецепт. Еще год назад дачники продавали свою продукцию на рынке. Теперь ее охотно закупает местный цех по производству компота. Черноплодная и красная рябина, клубника и смородина, виноград и слива идут на расхват. Вкусный напиток из них варят по старинному рецепту. Для открытия цеха предприниматели воспользовались поддержкой государства. Льготный кредит позволил приобрести оборудование и стеклотару. В ближайшем будущем здесь планируют производить полезные сухофрукты и заняться сушкой грибов. Жительница города Актау Зухрая Нулина три года назад открыла для себя скраббукинг. Рукодельница изготавливает и украшает семейные альбомы, открытки и фотографии. Зухрая Нулина по образованию повар, по призванию художник. В ее кабинете огромное количество материалов. От красок и клея до бисера и искусственных цветов. На каждую подделку у автора уходит около недели. Мастерица же сумела превратить хобби в работу. Заказы на эксклюзивные вещи поступают регулярно. Рукодельница охотно делится своими знаниями и бесплатно обучает всех желающих. Недавно она стала шить кукол тильт, а также попробовала себя в педагогической деятельности. Раз в неделю женщина обучает скраббукингу детей с ограниченными возможностями. В Уральске сексуальные рабыни судятся с тремя сутенерами. По данным следствия, последние обманы вовлекали девушек в занятия проституцией в течение шести лет. Их жертвами в основном становились жительницы других районов области, попавшие в сложные жизненные ситуации. Задержанным инкриминируют угрозы, шантаж и организацию притонов. Согласно материалам дела, девушек насильно удерживали в неволе и заставляли обслуживать в сутки по 10 клиентов. А деньги, заработанные за оказание интимных услуг, у жриц любви забирали. Ежедневный заработок превышал 150 тысяч тенге для этих целей. Члены преступной группы снимали квартиры и сами организовывали доставку проституток. О чем в суде рассказали таксист, охранник и швейцар гостиницы. Кстати, они ввели учет, сколько часов работали наложницы и кого обслуживали. Любовный бизнес приносил банде до 4 миллионов тенге в месяц. Мужчины запугивали девушек физической расправой, чтобы отбить попытки побега. Обзор новостей подготовила Эльвира Лекерова по материалам интернет-ресурсов. К вечным ценностям прикоснулись учащиеся Талтукурганского политехнического колледжа. Почти в буквальном смысле. В учебном заведении при содействии историка Краеведческого музея имени Тнышпаева организовали масштабную выставку «Менгалек-мура». Десятки уникальных предметов истории от глубокой древности до наших дней сотрудники музея представили студентам, подробно рассказав о богатейшем культурном наследии страны. Эта встреча приурочена к 25-летию независимости республики, а также проходит в рамках реализации общей национальной идеи «Менгалек-Ель». В свою очередь гостям преподаватели и студенты политеха представили свой музей. В стенах колледжа он действует уже давно. Здесь собрана история учебного заведения со дня его основания, а это 80 лет. Как подчеркнули все участники встречи, такой культурный обмен подрастающему поколению просто необходим. Мы старались изложить, чем занимается наш музей. Объяснили ребятам, что у музея есть определенная миссия, которая занимается исследованием, сохранением и пропагандированием музейных ценностей. Были продемонстрированы у нас в экспозиции наши экспонаты. И мы рассказали о том, что у нас в музее есть ценные, более ценные экспонаты, которые мы собрали в честь 25-летия Республики Казахстан. Пять золотых, четыре серебряные, пять бронзовых медалей и первое общекомандное место. Таков результат международного турнира Кубок ЖТСУ среди молодежи на призы Акима Алматинской области. Созвание чемпиона боролись представители всех областей Казахстана без исключения, а также гости из Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования проходили в течение шести дней в Талдыкурганском дворце спорта Жастар. Продолжит Лилия Штогрина. Основная борьба за призовые места в финале развернулась между боксерами из Казахстана, Узбекистана и Монголии. Трибуны буквально взрывались при каждом остром моменте поединков. У каждого боксера были свои поклонники, но весь зал с замиранием сердца следил за боями своих земляков. Хозяева соревнований отличились хорошим уровнем физической и технико-тактической подготовки. Победители получили не только медали, но и звание мастера спорта. Текилиц Абылай Ибраимов эту высокую спортивную квалификацию завоевал еще год назад на чемпионате Азии среди юниоров. На этом турнире он подтвердил свое мастерство и добыл путевку на официальный чемпионат Казахстана. Здесь я провел четыре боя. Первый бой был с алматинцем, второй бой ахтубенский боксер, третий бой джамблский, а четвертый финальный бой с узбекским боксером. Конечно, самый трудный бой это финальный бой с узбекским боксером. Победы нашими земляками завоеваны не только в легких и в средних, как это было в прошлые годы, но и в тяжелых весовых категориях. Мужественно держали удар на этот раз и представительницы прекрасного пола. В активе наших девушек две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Что касается организации и проведения соревнований, то по оценкам специалистов, это один из турниров для боксеров 16-17 лет, который на сегодняшний день не имеет аналогов во всем центрально-азиатском регионе. Это возраст у нас в будущем, который будет в будущем у нас в честь остаться, будет защищать на чемпионатах мира, на Олимпских играх. Конечно, мы видим здесь, что это радует нас, что у нас есть хороший талантный боксер. Уровень, конечно, каждым годом лучше-лучше растет. Уже судейские сами видите, уже судейские, кто выигрывает, тому же победу. А то уже уровень другой, растет уровень. В числе лидеров, завоевавших в общекомандном зачете большое количество медалей, представители Алматы, Павлодара и Караганды. Лилия Штогрина, Габид Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. Накал страстей, красивые броски, стремление к победе. В Талдыкургане прошел открытый чемпионат города по казах-кресе. Созвание сильнейшего соревновались юноши в 10-ти весовых и в двух возрастных категориях от 10 до 13 лет всего более 100 участников. Это очередные состязания, которые проходят в областном центре в рамках 25-летия независимости Казахстана. Нужно отметить, что сегодня казахская борьба культивируется не только в Талдыкургане, но и во всех районах Алматинской области без исключения. Традиционная связь между воспетами народом в сказках и легендах, могучими силачами-богатырями и сегодняшними знаменитыми борцами продолжается именно благодаря этому национальному виду спорта. Я думаю, что эти, которые борются участники, я думаю, в дальнейшем будут очень большие результативные показатели и в дальнейшем будем рассматривать на первенстве области и в дальнейших соревнованиях. Проводится по положению казах-кресе, очень зрелищно проводится, очень знаменательный уровень. Для детей это большой праздник. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова